здорово бойцы продолжаем проходить assassin creed 2 и я почитал ваши комменты короче и вы писали что статуэтки которую мы одну нашли короче статуэтку да они находятся здесь на вилле дядюшки марио короче и больше нигде так что надо будет искать их чисто в этой вилле короче вот так это мы читали все вот так же вы написали что помимо всего остального типа ну поиски от этих перьев там всяких кодексов мы будем еще разгадывать с вами какие-то всякие ну искать тайные комнаты захоронения и разгадывать загадки вот так что если мы все правильно сделаем короче все найдем мы сможем открыть секретный костюм ассасина как бы так ну я думаю мы попробуем да попробуем это все сделать и я не обещаю что я не буду тупить вот но вы посмеетесь а я я я потуплю вот так ну что давайте короче в прошлой серии мы тут прибыли посмотрели внутри особняка мы не были мы разгадали истину одну нашли нашли статуэтку давайте посмотрим что еще здесь есть вот и потом отправимся короче точки точки а смотрите вот у нас статуэтки до марса венера мы взяли короче кого мы взяли плутон мы взяли плутон значит сюда нет туда мы не ставим статуэтки аполлон и диана нет тоже нет плутон наверное где-то здесь а юпитер и венера нет вот отлично он сам поставил короче да статуэтку одно вот нам надо найти их тут наверно 10 я думаю это я не помню сколько их там надо найти так окей окей принципе посмотрели вот эти вот светящиеся штуки туда ставятся статуэтки да и кстати я вчера не успел выложить видос по металгиру так что он будет сегодня вечером ждите сегодня обязательно его выложу так ну да давай ка заберемся сюда там это принципе здесь ничего нет окей ладно я понял давайте посмотри там че перо там поход перо давай-ка возьмем свалился а статуэтка ее моего венера взяли статуэтку еще одну отлично отлично еще одна статуэтка короче они вот так вот за спрятаны здесь валяются и на карте они не отмечены придется побегать поискать где у нас там венера была плутон нептун плутон плутон нептун так не здесь окей следующее это смотри тут решетка это колодец большой да тоже не здесь окей наверное здесь да отлично 2 статуэт очки есть где статуэт очки есть ну давайте сходим к точке фрагмента короче части фрагмента постепенно так будем искать короче смотреть а я вижу он еще одна статуэтка ну давай возьмем раз я видел давай возьмем окей отлично отлично еще одна статуэтка на это кто я что-то пропустил что-то не посмотрел кого мы взяли так окей пока здесь вот в округе я не вижу больше ничего давайте идем короче внутрь особняка я думаю внутри особняка тоже у нас тут будет такие ништяки смотри там чё есть давай подойдем не волнуйся надолго мы здесь не задержимся я скучаю по нашему дворцу я знаю так окей там сестричка сказала что она скучает по дому по дворцу ладно я понял так парились какая-то комнатушка макет макет этого города наверное да окей всякие свитки книги так ваш доход 0 флоринов окей окей не знаю что это ну ладно какой-то доход еще дверь не открывает дедушка марио мари тут какая-то дичь марио аудиторы понятно читали ну давай поговорим салюта дядя я сделал как ты сказал быстро обернулся бен фото теперь я научу тебя драться нет я же сказал мы уезжаем это все ты едва справился с вере в дороге ты недели не продержишься если хочешь уехать пожалуйста но я хочу чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя сделай это хотя бы ради матери и сестры ладно от тему так окей повторение мать учения хочу мы бы же принципе нормально же дрались чем пристал к нам получите символю драться окей до махать мечом ты умеешь но с насколько бой не выиграть нужно еще прожить до поры когда выпадет шанс атаковать я научу тебя уходить от ударов что мой отец незаурядный банкир полагаю что утаивать нет смысла нажмите чтобы навести нас и он имел дело только с бумагами его вырастили убийцы мне в это верится с трудом а как насчет того списка думаешь это просто список должников это имена тех кто виновен в смерти твоего погони наемники в эпоху возрождения нами кирико сдерживались в одном городе обычно персональные военные капитаны отрядов канда тиры заключали контракт с городом и нанимали солдат на ограниченный срок в италии служили наемники самых разных национальностей в том числе немцы швейцарцы и венгры итальянские государства постоянно воевали между собой а их солдат им многие из которых не обладали представлением о чести не задумываясь грабили мирных жителей если же у работодателя закончились деньги наемные отряды распускались при этом наемники часто переходили на сторону противника и брали в осаду город который только что защищали некоторые наемники были честными людьми верили что сражаются за правое дело но таких было мало и поэтому они высоко ценились окей погоди за стоп ты уход погоди а как не если цель выбрана нажмите вы сделать уход в сторону так это я схватил понятно по щам на получи ты меня задрал немножко окей так опять его схватил на какую на какую кнопку уходить погоди погоди опять схватил но что ты будешь делать то так погоди стоп я блин вот в этих значках почему не написано не написать буква там е буква там буква там за блин значки страны непонятно вообще через дисплей нет нет где у нас управление вообще находится и управление нет вообще приколы прикольнулись что ли 5 это нет перемотка вперед перемотка назад выход какую кнопку еще надо а это пробел короче я понял окей или погоди то вы научились делать уход нихера я не научился короче бог ты мой лошадь история про тамплиеров и ассасинов похоже на сказку контратака 1 ну контратаку мы знаем как делать если выбран нажмите чтобы дразнить врага дразнился короче в хлебало получил разок и потанцуем давай 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 потанцуем опа бригаде дэвэн контрарю на мейка зачем только это мне непонятно сегодня я научу тебя выбирать позицию во время боя иногда то где ты стоишь и как двигаешься решает все как ты роешься в моей библиотеке ну что теперь ты мне веришь так выбран сын держите нажатым двигайтесь вперед просят врага к чему такая таинственность слышал про тамплиеров это рыцарский времен крестовых походов так я на хрониках сказано что этот орден распустили франции почти 200 лет назад но это не так тамплиеры просто ушли погоди ты погоди ты какие я на я нажимаю короче успокойся ты нахер другие имена в списке отца какие-то непонятные движения щели просто лишнее это лишнее просто лишнее реально лишнее умираю же мне хочется выпить на получи это меня глотнешь лучи я главное знаю контратаку и все мне мне этого хватит ладно там уклонение сюда это стальное блин нахера нахера это блин вот я ему по щам надавал одними контратаками короче просто набил дядюшки хлебала у меня еще учить думал короче отлично племянник начи просто стоять за себя спасибо дядя лишь все что ты мне дал много лишь это мой долг ведь мы же одна семья и я рад что задержался отлично ты передумал через три дня мы отплываем в испанию но племянник я учил тебя всему этому чтобы ты смог победить наших врагов и я смогу если они нас отыщут ты хочешь сбежать отцу отречься от всего за что боролся и погиб твой отец от своего наследия хорошо дядя постой чем он так расстроен а как ты думаешь в ере досаждает нам со времен твоего приезда ну этого следовало ожидать учитывая происхождение она окей идите к марио короче ладно я сделаю вид что вот этого ничего не было короче и вообще просто не знаю может вы со мной не согласитесь но реально много лишнего много лишних движений много лишних действий каких-то и этом дядя куда он там зоныкался в подушку плакать побежал что дядя а где же все только что здесь был как он уехал репации младший сын второй по значимости семье флорентийских банкиров этот парень знал как солить отцовскими денежками помимо того что он тратил огромные суммы на оружие одежду и экзотических животных в ере обожал соревнования скачки бег гребля ради победы он был готов на все а если по какой-то непостижимой случайности он проигрывал то приглашал победителей все его семью к себе в гости и угощал таким обедом за который жизни ниже на зомби похоже на год рождения 1454 дворянин короче понятно в видео все рассказали все что тебе нужно в конюшни так прежде чем идти зайдите к марии окей я зайдем к марии так окей научились делать уходы и районе научился не хотя до ухода до научился в принципе на пробел там и в сторону влево вправо туда-сюда вот убегать от врага это вообще это дичь просто лишнее просто движение я не знаю так погоди может здесь какая-нибудь статуэтка лежит находясь рядом со стойкой для доспеха нажмите чтобы открыть ее экран о блин мысли какой экран какой экран тут открыть еще надо уст на коленнике это типа мой этот что ли мои костюмы ладно а это чё это а это мои короче эти наверное оружие да инжалик блин столько всего ваще так хоккей мы не были кстати на втором этаже она как раз наверно сюда сейчас и надо на второй этаж принципе сутки я вижу не вижу отвалиты так а сюда сбегаем пыточки какие-то пустые рамки еще наверно картины наверно какие-нибудь искать надо нет и рамки да то это вообще то это еще такое так окей ладно статуэтками мы займемся позже я думаю когда-то немножко южетная линия продвинется это посмотри на нее я не могу ее разговорить она все дни и ночи проводит глядя на перья которые собрал петручу она не может забыть о нем я не знаю что делать не волнуйся я станет лучше я уверен все положите собранные перья в шкатулку который находится в комнате марии окей короче нам теперь надо сюда эти или собирать ну положить куда мы там нашли опять до всего армур больше нет ладно окей потери не поговорить да так ходов целый километр овощи здесь эта комната наверное нашего дядюшки деньжище возьмем себе на мороженку на киношку на морожку и уберта альберти какого хера сделает это фотка эта картина понять так ладно давайте движемся короче к этому к фрагменту мы все не можем отсюда уехать так где тут выход то еще а улицу отлично на улицу ты смотри можно потренироваться наверное да я думаю поговорить с ценим чтобы опрактировать свои боевые навыки нет я не хочу куда прыгнул то ой чувак извини я просто практиковал свои навыки так окей погоди вот сюда нам надо направляться до аскана аскана нам чувак сказал короче то что в этом в конюшне конюшне там все что нам нужно есть и допустись на лошадь подойдите к ней нажмите о да ладно еще на лошади это я помню это я помню еще с первой части пошли мы белогривый так окей я надеюсь вот этих всяких там секретиков и штуку в этих вот скалах нет потому что блин по этим скалам лазить еще это вообще это будет лишь тоскана санджи меня и санджи меня на отправиться в таскану окей так строжники сменится на заре понял ну вот в принципе успокойся ты я просто проехал мимо чего ты так реагируешь то так погоди что там нас это чё такое на карте нам отсюда смотри здесь у нас есть точка обзора еще нам принципе вот сюда чуваки привет так ладно можно было в принципе по дороге но вот мы по полям мы по полям движемся он дядюшка у нас стоит той лошадка стой он смотри трак я говорю слезь он видишь там травушка короче можешь погрызть привет что ты здесь делаешь учусь ответственности вере досаждает тебя из-за меня вере досаждает нам потому что он там плеером и ассасины пусть так но я хочу помочь тогда слушай сначала нам нужно попасть в город но похоже в ере нас поджидает он запер ворота и поставил к ним своих людей к счастью для нас людей у него не так много и южные ворота плохо охраняются туда и нанесем удар против давай меня отвратимость наказание помогите мариу людям убить в ерепатце окей мари что резко так потемнело окей идем за марио погнали марио веди нас герой послушайте вот что мы сделаем я со своими людьми отвлеку стражу как только мы начнем сражаться переберись через стену и придумай как открыть ворота возьми эти метательные ножи используя их против лучников я готов начнем тогда начнем открыть селектор оружие метательные ножи до получается смотри 10 штук окей ладно нам короче нам надо здесь через стену пролезть я понял окей город сан-жиминьяна основанный в третьем веке был назван в честь святого геминьяна который якобы сотворил плотный туман чтобы спасти город модена от аттилы начиная с 10 века город начал расти как место отдыха на пути паломников направляющихся в рим 1199 году когда жители города разбогатели сан-жиминьяна вышел из-под власти епископов вольтеры вольтеры и стал сам управляемым желая выставить на показ свое богатство жители города строили высокие башни в период максимального расцвета сан-жиминьяна было 72 башни и изменилось после чумы 1348 года население города резко сократилось а без денег на текущий ремонт здание стали разваливаться городской совет обратился за помощью к флоренции с тех пор сан-жиминьяна находился под контролем флоренции флорентийцев первой такая вот история про этот городок так воспользуйтесь рычагом окей таким рычагом готов 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 интересно эти кинжалы можно подбирать с трупов полутаем нет струпов мы не можем подбирать их а за за занять чего нам надо короче нам дернуть рычаг надо да получается тупо посмотри там слышишь да поражаются чё-то уже уже так надо короче этого сейчас еще одного лучника херачу достать лавов ты счет и ты чуток чуток хочу с камерой то меня типа не видел короче посмотри там чё-то блестит пирожка наверно пирожка ну-ка давай-ка я сейчас пирожку сбегаю я хочу пирожка внимание сократите дистанцию до цели ради погоди я сейчас я быстро я быстро сейчас пирожка блин а как-то залезть на это перышко за этим пирожком надо короче как-то наверно сверху смотри видишь пролазить а блин да что так ложно-то или твои мать а за счет и какой-то тугой то блин эти не дотянуться что ли до этого до кирпича что ли или чё а какие слышь почему не повернуть перебраться на ту сторону вов как все сложно-то блин ну-ка давай-ка здесь точка обзора как раз еще а хирушки хирушки да залазь ты блин этом перо такой стороны и так 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 отлично перышко у нас есть все перышко у нас есть теперь давайте давайте дернем рычаг окей ну ка вы внутри сюда парни погоди я сейчас выберу оружие другое отвлеки этих стражников и не дай им поднять тревогу тогда у меня будет время на то чтобы найти и заткнуть рот в ере модель и постой племянник возьми с собой моих людей на всякий случай когда разберешься с ними возвращайся ко мне убейте стражников ага тлечь говорит убейте стражников нажмите приказать чтобы ждать еще раз судите за мной но что-то его напугал иначе как объяснить не шагу назад мы солдаты а он использует нас будто сиделок с чего бы вдруг как у назад так погоди погоди ты на кого целишься и отлично один готов что это сейчас был заскачет токи нападай он без всяких куплен без всяких там найти этих кувырок у ворот блин просто подвигаешь папа ладно успеть нажать на кнопку и все отлично делов просто еще раз повторить что много лишнего так окей появились смотри там эти бумажки розыска ладно куда нам с этими стражниками то нам надо сражаться не надо на твоего дядю напали ему нужна помощь иди к нему иду так сейчас погоди я сорву час тихо я срываю бумажку идем идем окей вот на дядю напали получается да погнали наши городские а по давай кто там хочет сразиться с легендарным ассасином внимание в розыске да мне посер вы выбежал такой хочу чтобы ты пошел дальше найти эту змею покарай его окей давай сейчас его покараю так что мать родная не узнает чувств этим чуваком не так посмотри че с ним не так вы зеваки идите по домам спать уже темно уже стемнело так и далеко он там убежал дат о о фу фу я думал все кранты кому-то там суп сыкнул так окей где-то здесь наверху ночь получается да наверно ящичек ладно сконцентрируйся на задачи пока не будем здесь ничего брать контрольная точка достигнута окей итак слушайте в ере ты остаешься здесь и командуешь мерченари франческо собирает наших людей в городе и сообщит когда придет пора удара якопа твоя задача успокоить горожан когда все закончится а этот у браконы марио он продолжает досаждать боюсь он разгадает наши планы от него одни неприятности как от его брата ублюдка отец позволят править его к братцу когда закончим у нас еще будет время чтобы разобраться с этим решить еще вопросы есть небе да направит тебя отец понимания направит тебя отец понимания больные ублюдки командант марио аудитория пробрался в город он ищет вас так не заставим его ждать так окей убейте вери паться так где он там и этот гамадрил ради стражников что ли этих читом тому тому так жестко въехал что для шкирова стала похода так окей где у нас вери паться он наверху ладно я лезу к этому к вере полу камнями своими камни свои убрал штаны ублюдок еще думал-то они не залезть давай наверх залазь но здорово чувак что папа не ждали до нежданчик пришел папа держи это смотрим вера пациента покрыть покрепче будет чем эти его солдаты комсомер усунься видишь дядьки разговаривают четко отлично ну давай мы с тобой теперь один на один здесь нападай 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 если не сыпло ему все яйца отбил короче папа а вот этот и пропустил просто жестко что вы задумали вы и ваши прихвостни мой отец об этом узнал за это вы его убили прости но ты правда ждешь моей исповеди пиццу де мерде кусок дерьма чтобы ты еще помучался по делам тебе досталось да чтоб тебя довольна это и уважение уважение после всего что было ты думаешь он бы проявил снисхождение к нам ты не вери не будь ему подобным пусть смерть поможет тебе обрести покой покойся с миром возьми это прочти когда будет время письмецо пора возвращаемся на виллу почти две с половиной штуки заработали неплохо непло неплохой неплохое дело получена страница кодекса точно письмо для пранческо пацци вы научились метать ножи ладно научился хорошо так погоди это у нас загрузочка пошла но все смотри мы вернулись на виллу автоматически ну и на этом будем заканчивать дорогие друзья вот спи много всего сделали за эту серию и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте обязательно комментируем пишите свои советы и подсказки вот буду рад почитать спасибо за субтитры Алексею Дубровскому